шалом молодая девушка разочарованная в своей любви пришла посоветоваться с бабушкой бабушка я его любила но сейчас открылись какие-то моменты что вот вначале нам было хорошо а потом как-то не знаю что делать бабушка и дочь давай с тобой сделаем так мы сначала что-то перекусим а потом поговорим и она угостила ее прекрасным сочным грейпфруктом напомнила бабушка что внучка очень любила это в детстве вот уже вот эта повзрослевшая внучка берет этот грейпфрукт начинает кушать там отделяет кожуру вот эти прожилки которые немножко горькие она тоже вынимает короче съедает мякоть наслаждаясь сочным плодом здесь бабушка говорит ты заметила что несмотря на твою любовь к этому горит фрукту он весь не употребляется с тобой в пищу ты снимаешь то что горько то что неупотребляемое и вынимаешь самые сладкие вещи твоя любовь на прекрасно но и в ней есть всегда горькие моменты нужно отделить снять и заметить и дамы и господа в жизни любой подход ко всему не бывает идеально потому что тот кто мне на прилично говорит что у него идеально все или он себя уговаривает или он хочет создать какое-то впечатление во всех случаях он внутри понимает что идеальных вещей нет иногда к сожалению если грейпфрукт гнилой не сочный то его действительно нужно оставить но иногда к сожалению чтобы определить его на вкус нужно много намается иногда проходит даже сама жизнь шкура кожура это нормальная вещь но плесень гниль вонь это может перечеркнуть весь вкус поэтому в жизни с некоторых красные линии у каждого должно быть свое мнение какие-то красные моменты то есть допуски и когда он установит их своей жизни он сможет разобраться во всех вещах шалом шалом и